Так, продолжаем у нас АБЛ, 3-й матч дня, снова мужчины, дивизион Изи, в синих зеленых футболках сиракузский с баскетбол, одни из фаворитов дивизиона Изи, они пока 5-0 идут, видим, что Калетаев на каждую игру, как понимаю, приезжает, сегодня тоже приехал, с тренерским планшетом, то есть прям все готово, схема готова, играя по цеху Мильбурн Юнайтед, Мильбурн пока выглядит как ау-театр, если у одного выиграли, по-моему, самый первый, если не первого выиграли, все остальные поиграли, у них стрик 0,5, вот, но в целом команда неплохая у Мильбурна, у них есть очень хорошие атакующие игроки, есть вообще, очень сильный спиртболист Чарушин, который мы сейчас видим, пятый номер, вот, но проблема в том, что с защитой большие проблемы, большие проблемы с защитой у Мильбурна, атака хорошая, в защите проходной двор, вот, и не знаю, как они выдержат натиск сиракуз, натиск с опытом, самое главное, потому что очень опытная команда, не первый год играют друг с другом, ну, посмотрим, конечно, тут Мильбурн может выиграть только если Чарушин, выдаст нататические перформансы, при этом будет играть на пользу команде, не во время как это бывает, не подъехал Мирон, второй лучший игрок, старт на сбрасывание, выиграет Чарушин, у нас так сильно откидываешь, и свои не были готовы, в итоге, не потеря, но, в общем, владение переходит к сиракузинам. Тут самый астративный Губарев, вот, он, наверное, лучший игрок у сиракуз, но вот у них, как я смотрю, статистику, у них очень команда, сомневанное нападение, у всех практически одинаковое количество очков, поэтому сложно прям выбрать лучшего игрока, но, наверное, это Губарев, а он трошечку забивает Знаменский номинально первый номер у сиракуз, 3-0, насколько хватит Мильбурна, посмотрим, у них неплохая команда, есть и дальние платки игроков, и перехват Губарева, плохой пас, Олега Жужнева, и 5-0 пока, бодрое начало для сиракуза, не очень на Мильбурна, так, Жужнев, 3 с получением не забивает, Суслин подобрал, Суслин, по-моему, больше всех от сколько собирается сиракуза, если не ошибаюсь, там по 10 штук, ну, на пару с Губаревым, заказывает за слон себе Знаменский, получает отсуственно, возвращает Суслин, сразу же Пакенрова не разыграли, Хорош, что Пакенрова Суслин и Суслин, рабочая схема, 7-0, я даже еще прокомментировать не успел ничего, они за минуту уже 7 очков привезли Мильбурна, страшное-страшное начало, но хорош, хорош, Олег Жужнев. Олег очень плохо играет, на самом деле, в посте, один из самых таких недооцененных игроков в посте в издевизионе, на мой взгляд. В позапрошлом матче Мильбурна против того они играли, дай бог памяти мне, а, против Алабамы, против Алабамы они играли, проиграли Алабамы, на мой взгляд, даже не позапрошлые, а позапрошлые, Два тура назад были фаворитами против Алабамы, очень плохо сыграли. Единственным, светлым петлом в том матче был Олег Жужнев, который двадцаточку набил, хорошо в посте играл. В общем, достаточно технический, центровой Олег Жужнев. Почаще нужен против Руна себя. Вот это сейчас Тасса Жужнева, у которой трехочковые, одни кирпичи выбрасывают. Губарев. Снова в посте Суслин. И теряет мяч на владении Суслин. Перепасывает у него Олег, Ерохин. У Ерохина мяч ты просто так не отнимешь, у него невероятно быстрые ноги и руки. Тем не менее, там борется, везде 32, кажется, Марков это был. Но Ерохин доработал до конца, не удовольствует выходить мяч у Ерохина. Нет, Иванов, трех сторон. Борис Иванов. Хороший пас в стороне нападения. Знаменский. И под забегание отсутствия дает одиннадцатый номер Сиракуз. Илья Марков как раз одиннадцатый. Я первый раз комментирую Сиракуз в этом сезоне. Я комментирую их матч на третье место в летней кубке против UCLA. Поэтому был знаком, был немножко познакомился с командой, чуть-чуть пару хумилей запомнил для себя. Там есть пара человек, которые играли в том матче третье место. Но в целом это было давно, уже почти два месяца назад. Ни разу я не комментировал матча, поэтому команда для меня практически новая. Мало кого помню. Поэтому буду сейчас часть матча по номерам называть. Но когда осквозь будет фамилия. Так, Авраменко на Ерохин. Ерохин хорошо всовывал Олег. Олег не был готов. На самом деле хороший пас Ерохина. Классный пас Губарева. И реализует. Хороший хайвайт. Классный бузаотрыв. Ответив шикарную передачу Губарева и хорошее открывание Маркова. Конечно, чувство партнеров у Сераку шикарное, потому что сыгранная команда. Он сколько уже играет вместе. ВБ выиграет всего лишь, получается, второй год. Но в целом на любительском уровне уже давно существует команда. Просто там, может, состав менялся. Но в целом опытная и сыгранная команда. Просто ВБ выиграет второй год. Не забивает Резнаменский. Подбор за Олегом Чужневым. Авраменко. Ну, там проход на двор. Надо забивать. Да, забивает Авраменко. Не доработали. Не доработали Серакусь. Номинальный оппонент Авраменко. 32-й номер Иванов был далеко. По страховке не было. Вообще было пустое кольцо, по сути. Губарев в посте. Так, играет через Маркова. Марков 3. Не забивает. Губарев на подборе. Добрал Губарев. И Губарев сразу после подбора пришел бросить. Не забил. Снова Марков. Высокая команда Серакуз по меркам из дивизиона. Поэтому будут они доминировать, наверное, по счетам против Мельборна. Мельборн не самая низкая команда из дивизиона. Есть и пониже. Но все-таки на фоне Серакуз они кажутся малышами. А уж по возрасту так точно. Очень молодая команда Мельборн. Ни одного ветерана нет в составе. Одна из самых молодых команд. Но вы из дивизиона вообще половина команд молодые. В отличие от остальных либ. И Мельборн, да, они, конечно, молодые. Есть и диды. Есть и диды по типу Клинненда и Серакуз. Но если Дидох и Слиннда все не очень хорошо складывается, то Серакузы пока 5-0 идут. Они являются гуманных фаворитов. Они уже хлопнули в очень предстоянии с Токтон. Поэтому, ну, в общем, у Сиракузы топ-3, топ-5 самых сильных команд. Наверное, они, Вермонт, Токтон. Вот эти три команды прям очень-очень серьезные претенденты. Но где-то рядом находится и Сиракуза с Мичиганом и Джамболом. Заста, кажется, был. Заста был сейчас. Вот не видел, кто-то был. Возможно, это был отсутств, я не уверен. Смена проходит у Сиракуз и у... Да, нет, у Мельбурна не проходит смена, а у Сиракуз проходит. Восьмой номер выходит. Восьмой, 33-й выходит. Еще и пятый. У меня много дрохов сменились. Пятый – это Сергей Тульсков. Восьмой – Константин Духанин. И 33-й, Борис, 33-й. Это у нас... Сейчас не вижу. Антон Усольцев. Усольцев сразу же спасает мяч, но в руки сопернику. Ерохин. Поп-поп-поп Губареву. Губарев удивлен. Удивлен смотрит на судью, но, мне кажется, ножку-то он подставлял. Подставлял ножку. Не знаю, не зря. Зря-дря Губарев так смотрит на судью. Фалил он, фалил. А вот смена проходит у Леберна. Духой, 22-й, 4-й номер. Абраменко. Как раз спас на бывшую 22-го. Пришлось фалить Полякову. Крупный парень Поляков. Ну, как парень, уже мужик. У Сиракуз молодых вообще в составе нет. Не забивает первый Мореев. Ноль из двух. Так, а четвертый номер вышел вместе с Мореевым. Это Королев. Мореев, я вообще помню, что я не впервые вижу за Мельборна. А Королев, конечно, играет в первом матче с командой. Губарев. Хороший пас на свою сторону. Не стал бросать пять номер, хотя была возможность до броска. Играет через Усольцев, в Усольцев. Здорово, классно разыграли. Классную двоечку разыграли Усольцев с двенадцатым номером. С Антоном Поляковым. И даже потери не закончились. Но Мельборн останется с пучом. Пока хороший случай для Сиракуз. Тринад шести не ведут. Но Мельборн пока не слишком сильно отстает. Ой, какой классный пас. И фалон забивает Олег Жужник. Объедим шикарную передачу у Мореева. Сложнейшая передача буквально вот за уши. Он их сунул в сопернику. Там ну прям по бреющему полутому мяч прошел. Сбрил просто прическу. Классный пас такой. Знаете, нахальный, сложный. Прошлая передача. Но раз на раз такой не приходится. В следующий раз может и не пройти. И не забивает в раннем нападении Усольцев. Такой хороший был шанс у него. Здорово он открылся. Сразу же в раннем нападении, но не забил. Так, ответочка от Мельборна. Палили против Мореева. Мореев, наверное, не шартык уходит. Персональный получает поляков. Мореев потом не штрафных. Удачный выход скамейки от Мореева. Шикарный пас дал на Жужнева, который привел к 2-м очкам, потому что штрафной не реализовал Жужнева. Его часть уже открылся под концерт, и уже сам штрафной бросает. Пока не забил первый. По-моему, ни одного штрафного не забил у Мельборна. Вот они, по-моему, 4 уже по костке выбросили, и ничего не могут забить. Нужно, конечно, поправить процент с линией из квалиста Мельборна. Все никак не могут забросить штрафной. Так, Олег Жужнев добавлял, не смог забить. Тульсков. Заказывает Тульсков. А это уже Знаменский. Знаменский заказал за слон. Оставляет в 8-му номеру. Тут дальше даст Крещулин на Знаменску. Хорошая комбинация. Знаменский 3. Не забивает. Комбинация 2 хорошая, но не забили. Давно, очень давно не называл 5-го номера. Похоже, как удалось им интегрировать командное нападение с его стритболистом Черушина. Просто я смотрел его первый дебют в матче против Торонто. Это, конечно, была жесть. В первой половине, когда у него шла игра, он был, конечно, лучшим врагом Мельбурна. Был полезен. А во второй половине сбился на дне изоляции. Стал бросать в ногу. Никак не в себя. Бросал, бросал, бросал. Играл не на команду. В итоге сам же, знаете, как Алексей Штет, Евролига Кимки, похоронил команду. Хотя сам же ее, вроде бы, на своих. И снова мягкая душка. Забивает 13-й номер Мельбурна. Сергей Ватузов. Снова мягкая душка. У меня это ощущение, что реально, как будто душки подмягчили со временем. Потому что не засосал бы такой бросок раньше. А сейчас, как самонаводящийся, как от магнита отлетел, и засосало кольцо. Душки, конечно, стали мягче однозначно. Как будто либо кольца меняли, либо душки стали мягче. Я не знаю. Видели этот отскок? Что это было? Не было таких отскоков раньше в этом зале. А между тем, вернулись в игру Мельбурна очень быстро. Но я говорил, что Мельбурна хорошая команда. У них в защите проходной двор. Но в атаке это одна из самых сильных команд на сегодняшней дивизионе. Если они смогут настроить более-менее защиту, они будут очень сильно с серьезной силой представлять. Поэтому легкой прогулки по первой минуте точно не будет. И Мельбурн это доказывает. Знаменский. Против него королев защищается. Время заканчивается на атаку. Марк с одной руки выбрасывал, не забил. И еще ручно спалил Марков внизу. Королев. Есть шанс выйти вперед вперед в этом матче. Мельбурна. Чарушин. Три. Не забивает. Три. Подбор за Маркова. Свой цеп. И перехватывает мяч. Но там сначала дефлекшн сделал Королев. В итоге сейчас ключевых у нас 14-й номер. Чарушин сборол. Сейчас дальше экстра пас на Королева. Но Королев все-таки не был готов. Был бросать три. Так. Не забивается. Три. Тринадцатый номер. Мельбурна. Быстро отрыв. Три. 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 не реализовал. Жалко. Хороший был пас. Не забил он реверс аута. Губарев в посте. Не забивает. Слабовато он бросил. Полукрюк. Королев. Хорошее сбегание Ерофина, Ерофин. Места просто со средней. Заслон там от Олега Жижнева. Здорово, как Губарев доиграл внизу. Шикарно отиграл Губарев и сразу же открывается. Это Усольцев, но это Иванов. Не забивает. Не предсказываю я события. Не забивает Иванов. Хотя уже все сделал. Хороший Чарушин. Ну вот такой Чарушин, который берет от себя только нужные броски. Кто когда уверен. Хотя он уверен всегда. В общем, такой Чарушин, который берет от себя умеренное количество бросков и который остается очень эффективен. Забивает с хорошим процентом. Это прям настоящие подспоры для команды. Это круто, когда ты можешь такого классно скиллового игрока удержать в рамках команды. Потому что, когда Чарушин играет в стритбол, это плохо для команды. Когда Чарушин играет в баскетбол, это прям настоящая имба. Стас Жужнев. Через Олега. Авраленко. Время заканчивается. Парошку ему-то бросать. Хороший бэкдоор. Есть. На уровне бэкдоор, на уровне инба. Просто реализовали. Там уже сыгранная связочка. Авраленко и Ерохин. Но Ерохин это же флеш. И в одном из эфиров его просто... Ответочка от Маркова пошла. Быстро баскетбол пошел. Марков 3 заваливает. В одном из эфиров. Назовал Мироном Суперменом, а Ерохином флешем. Но Ерохин очень быстрый. Это, возможно, самый быстрый игрок из дивизиона. Невероятно быстрый Ерохин. Супер быстрый первый шаг. И вот шикарно наткнулся. Классно было бэкдоор. Они разыграли с Авраленко. Ну и трешечка в ответ от Маркова. Классный баскетбол. Это пока что самый лучший по качеству игры. Подрелищный баскетбол, что мы еще не смотрим. Ну и Мельбурн. Я знал, что команда будет бороться. Потому что они идут 1-5. Это не показатель. Это команда по уровню, как минимум, как минимум, средники. Средники уровня есть дивизиона. Просто вот видите, у них есть проблемы с защитой. И не всегда собираются с темальным составом. Но состав-то у них очень хороший. Если как-то более-менее наводят они свое построение в защите и будут собираться, эта команда, ну, достанет настоящим предким орешком флей-оп и проблемой для многих команд. Поэтому ждем от них, когда они прибавят. А у Сираку сегодня нет легкой прогулки. И для них, наверное, даже это хорошо. Потому что у них было очень много проходных матчей. И вот такой конкурентный матч удержит их в тонусе. Подбор за Марковым. Хороший пас. И Иванов. Много контакта было. Не было фола. Гублев добавляет воплевое кольцо. Снова Марков подобрал. Использует преимущество вроде Сиракуста. Сколько у них команда? Повыше, чем у Мельбурна. Не забивает 3. 5-й номер Сиракусь. Пульсков бросал 3. Авраменко. Пас на слабую сторону. Чарушин. И Чарушин забивает 3. Супер эффективен Чарушин. Вот такой Чарушин мне нравится. Те броски, которые нужно бросать. Свободные. Или когда там в проходе, когда один в один растаскивает оппонент. Вот такой Чарушин максимально полезен. И претендует название одного из лучших игроков из дивизиона. Вот их связка с Мироном, конечно, бомбическая должна быть. Но в прошлый матч они играли вместе с Мироном. И проиграли матч. Поэтому не помогла их связка. Но там, я думаю, что по-прежнему была проблема с миграцией Чарушина. Вот сегодня видим, что Чарушин по максимуму задействован в атаку команды. Именно в нужное количество бросков берет на себя. Мельбурн, по-моему, проиграл Аризоне. На мой взгляд, Аризона гораздо слабее, чем Мельбурн. Я не знаю, каким образом они выдаются играть Аризоне. Если на пару с Мироном и с Чарушиным. Не знаю, не знаю. В общем, я говорю, это проблема Мельбурна. Не использовать по того, кстати, возможности Мельбурна однозначно. Потому что, на мой взгляд, они сильнее, чем Аризона. Ну, Аризона сегодня нет. Мельбурн вот. Так, у Сиракуза, у Сольцева девять очков имеет. Но вот его бесконечные быстроотрывы пока не могут остановить баскополисты Мельбурна. У Суслина четыре плюс подбор. Шесть подборов у Иванова. Шесть подборов у Знаменского. Ничего себе, когда у него только шесть подборов. А, это всего три. Всего три, я понял. Три у Бубарева и шесть у Маркова. Плюс пять очков. Так, в проходе Ерохин. И потеря. Плохая передача. Плохо. Он стынул Морееву. И потеря от Ерохина. Пытается быстро. Хорошо. Сиракузы. Здорово. Сиракузы ответили в раннем нападении. Максимальная вертикальная контратака получилась. Вертикальный футбол. Первый темп в волейболе. Прям, видите, два-три касания. Все вверх было. Очень шикарный быстротрыв от Сиракузы. Меня, конечно, импонирует, как Сиракузы быстро играет. Несмотря на то, что у них возрастной и достаточно крупный грузный состав, играет очень, если бы Сиракузы был в Сиракузе. Хороший кат. Но снова не аккуратная передача на Мореева была. Кат был хороший на Мореева, а передача снова не аккуратная. Два раза совывают няч просто Морееву. Я считаю, что оба раза не манилили не Мореева, а потери того, кто отдавал. Первый раз это был Ерохин, второй раз не увидел, кто это был. Но игра сегодня, конечно, на очень высоких скоростях. Вот после проходного матча Торонто против Грога и против не очень высоких по скоростям и по качеству игры матча Кентукки и Шокерс, сейчас Морин прям очень качественный. И самое главное, очень быстрый баскетбол. Не забивает выбор с ворота, с утлонением, но по-прежнему подбор. Ну, весь щит забирает Сиракуз. Это было предсказуемо. У них очень высокая команда. Одна из самых высоких тоже в дивизионе Изи. Очередной подбор. Сколько что-нибудь подборов забирает. И добавляя два очка Суслин, со 101-ой попытки уже очень много подборов забирает Сиракуз. Авраменко. Конечно, Мельборг себе не может такое подборить, поэтому им приходится минимум терять мяч и максимум бросать с лучшим процентом. Лучше реализовывать. Потому что у них нет очков второго шанса. Здорово, очень лучшим доработали. Устраивали ошибку Авраменко. Тульсков хотел давать пас на Суслино, но прервали передачу. Знаменский. В пасте Губарев. Биджаня против него защищался. Не реализовал Губарев. Губарев сегодня много бросает и не забивает свои крики. Фол внизу. Очередной фол внизу. Но сейчас, по идее, сорвало быстро на атаку. Это был четвертый или пятый? Четвертый командный фол. Иванов полил. А, Суслин полил 17-й номер. Чарушин. Чарушин. Открылся. На трехе Чарушин 3-й сам. И Чарушин продолжает поливать Чарушин. Как же хорош Чарушин. Чарушин. Просто не перестаётся сейчас с Чарушином. Когда вот такой вот игрок играет настолько эффективно, да, берёт на себя нужные броски. Это прям, ну, MVP просто. MVP. Губарь. Губарь. Губарев. Её под кольцо сам. Хорош Губарев. С того он хотел занести. Фоллили на нём. Будешь штрафные бросать. Очень меня радует то, что Мельбург сегодня собрался. После того, как они проиграли несколько матчей против команд, которых могли спокойно выиграть. Особенно обидно это было против Харизоны. Могли посыпаться, но и видно, что нет. Команда не сыпется. Команда готова. И вот сейчас играет против Хваритов Лиги. Играет на равных. Максимально прям. Ну, то есть. Всю игру ровно. Ещё практически. Да. Всю игру Сиракуза впереди. Всю игру не впереди. Свои очков на 5-7. Всё время в игре. Всё время рядом Мельбург. Тут очень хорошая атака у них. Осталось только прибавить в защите. Это ещё Мирон не подъехал. У Мельбурга все подъедут. И если они чуть-чуть наводят защиту, то это будет очень страшная сила. Чарушин 10 очков уже забил. 2-4, 2-6-3. 6 подборов передач. Мне даже казалось, что он больше забил. Может кому-то лишнее дали. Не его просотцы писали. Не знаю. Ну да ладно. Мне казалось, что Чарушин больше забил. Знаменский 3 не забивает. Подбор за Мореевым. У них там с Усольцевым борьба. У нас с таким Мореевым выкрапал мяч. И забивает в быстром отрыве. Ранее нападение получилось. С поддачей Мореева забивает Биджанян. Суслина Куцкова. Дальше Усольцев. Усольцев, конечно, в позиционке не настолько хороших, как в быстрых отрывах. В быстрых отрывах его просто не остановить. Или когда он кат и делает. А если мы говорим про такой медленный левый текущий пассивный баскетбол, он там не так полезен. Очередной пик-н-ролл разыгрывает Сиракуз. Очень часто проходят такие комбинации простые двоечки у Сиракуз. Так, не получается в ответочку Чарушина за Би-3. Надо возвращаться в защиту. Не добегая защиту Мореев по Густаву. Знаменский на Туцклова. Возвращаясь Знаменскому. Знаменский-3. И наказывает Знаменский. Ну, конечно, косяк Мореева, что он не добежал. Но, может, он обиделся, что Чарушин взял Дрех-Хачкова для себя. Не дождался, пока там фахнер расставился. Не знаю. Но не доработал он в защите. И в итоге там кто-то кого-то должен был страховать, пока Мореев не доработал. И в итоге Знаменский оказался один и наказался Дрех-Хачкова. Сиракуз наказывает раз за разом, когда они большинстве, у которых Сиракуз наказывает. Очень сыгранная у них команда. Они пользуются возможностями большинства очень часто. Суслин. Заключу на слабую сторону. Удальцы. Суслин дальше на... Не получился бросок у Суслина. Королев. На Авраменко. Авраменко. Авраменко сам 3. От забора не забивает 3. Суслин. Не спешите Суслин. В долгую будет сейчас играть Сиракуз. Или не будет долго играть. Ну да. По идее, нужно, конечно, до конца встречать плечом. Здорово. Очень здорово двигает мяч Сиракуз. Надо забивать. Эвербол выбрасывает Марков. Останется время на атаку. Останется время на атаку. Расслабились. Рано. Рано расслабились. Здорово. Здорово Знаменский внизу доработал. Наверное, стоило все-таки у Чарушина бросать. Времени ему не хватило до прохода. Не получил Чарушина наказать соперника. Потому что там полу-жуклойный баскболистов Сиракуз опустили руки. Думали, что закончил четверть. А еще будет 3,5 секунды Чарушина. Если бы не постраховавший Знаменский, он бы убестил движение до кольца. Но Знаменский, конечно, очень воробие почистил за партнерами. Выбил мяч внизу. Плюс 9. Плюс Сиракуз. Но Нейбер в игре. Нейбер в игре. Нейбер в порядке. Первый год играет, но он был еще yes. Дляisphere проиграет. Прости, играют легендер Ragazza Handsto. Для�무나 менее боложен. Пलожен. А также он был еще. Они типа был второй год играет, но в других любительских турнирах уже играет много лет. У них состав сыгранный. Чизбургеры, сами себя не съедят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сиракуз. Опытные команды часто выигрывают именно концовки четвертей. В середине четверти, в середине второй и третьей четверти, в середине первой и второй четверти выиграл Мельбурн. Но самая концовка оба раза осталась за Сиракузами. Палит Марков. Сиракуза как сборная Испании. Знаете, как сборная Испании по баскетболу. Да вообще любая сборная Испании очень эмоциональная. Всегда спорят с людьми по любому решению. Постоянное давление на судей. Вот любой свисток спорю на Сиракуз, любой свисток, каждый свисток оспаривают. Не знаю, зачем это делать. Если вы себе поняли, зачем это делают, я такой подход не оцениваю. Надо бороться с командой соперника, а не с судьями. Не продавливаю судей на положительную тенденцию в свою сторону. Тут никого при взятке не судят. Всех судят одинаково. Поэтому постоянно давление на судей, и это ничем хорошим не закончится. У нас между тем технарь, кстати, получает не Сиракуза, а как раз Мельбурн. Только я не понял, за что. Вот кто-то из Мельбурн технарь получает. Не понял, за что. Упадла технарь. Может нарушение было игроков, может шесть было, я не знаю. Или со скамейки кто-то получил. Возможно, со скамейки получил. Реализовал опять номер Сиракуз технический. И Сиракуз в атаке останется. Полискова забил штрафной. Это, по-моему, первоочковый матч, если не ошибаюсь. Хоть бы он не забивал до этого. Да, первоочком. Ерохин перехватил. Ой, там досталось, конечно, крепко знамец. Он вроде встает. Но Ерохин супербыстрые ноги, быстрые руки. Чаруши. Сложнейший проход. Пошел. Бесстрашно. Один, двоих, троих. Он, конечно, умеет это делать. Конечно, когда он так вещь забивает, он прекрасен. Когда он берет на себя много бросков. Одни кирпичи бросает. Во время команды он ужасен. Сегодня пока он прекрасный принц. На белом коне. Так, три отсутствия. Не знаю, что это было. Очень уверенный бросок. Молоко выбросил. Вводит мяч в игру Королев. Там за слоном готовится ставить тринадцатый номер. Королев неплохо уходит. Дальше на Ерохина. Ерохин пытается раскачать Знаменского. Он выплевывает кольцо. Все грамотно сделал Ерохин. Создал себе броска, но не забил. Хороший пас у Сольцева в направлении партнера. Знаменский. Не забивает трешечку. Ватузов. Все никак не могу запомнить фамилию тринадцатого номера у Мельборда. Не знаю. Вторую игру. Даже третью уже. Все комментирую. И никак не могу запомнить. Ватузов Сергей. Сложная упоминаемая фамилия почему-то для меня. Ватузов. Там смена небольшая прошла у Сиракуз. Выходит Иванов тридцать второй. У Густов, кажется, так и не подъехал. Просто заявки он был. Я думал, мало ли подъехать на вторую половину. Но вот так и не приехал. Это, конечно, потеря. Ну, я говорю, в свою очередь у Мельборда нет Мирона. Не забивает Жужнев. Стас. На этот раз был неплохой бросок. Вроде бы был уверен в себе. Просто выпинуло кольцо. В целом, конечно, я говорю, что селекшн Стаса Жужнева и реализация трех оставляет желать лучшего. Очень плохо бросает в плане процета. Вот. Но вот сейчас был неплохой бросок. Просто не повезло. Ну, плюс здесь будет Сиракуз. Старается не оторваться в счете. Вот пока двузначное лидерство. Олег. Олег Жужнев забивает со средней Олег. Суслин. Да-да-да. Да-да-да-да. Далеко был, на трех. Суслин. А вот забивает свою снегушечку. Ерохин. Фолл в атаке. Да, да. Фолл-долассити дает. Уперся Ерохин в Иванова и считает, что фолл осити дает Иванова. И снова спорят Сиракуз. Погучись с судьями спорят. Погучи-то сборная Испании. Так, Королёв играет через Чарушина, Чарушин, снова Королёв, оставляет Чарушину, там встречу они хотели организовать, здорово играет Губарева, Чарушин, Чарушин, показалось, что заносил наверняка, но чуть-чуть слабовато, да, он не забил. Вот с пол, Губарев, и пол уже дают Королёву на этот раз. Марков, Туцкова, возвращает Туцков, там за сломом будет стоять Марков, сам проваляется под кольцо. В посте против Олега Жужнева, возвращает Туцкова, время заканчивается на атаку, но мы можем что-то придумывать. Фол на Губарева, кажется, бросковый, я думаю, буду бросать Губарев. Да, Табло обновите. Я думаю, что 5-й персональный, 5-й персональный или командный? А, 5, все, понял, понял, понял. Я подумал, 5-й фол типа командный или персональный, отлично, 5 номер, все, окей. Не знаю, Чарушин. Не забивает 3. Горова там Иванов туда подобрал. Туцков. Как здорово опять они разыгрывают быстрые отрывы и реализуют Губарев в передаче Маркова. Снова шикарный быстрый отрыв от Сиракуз. Очень классно они, конечно, ранее на нападение устремляются и расставляются. Хорошо чувствуют партнеров, раз-разом на вход открытого партнера, и тот реализует такое. Уже пас-конфетку дают, а тот уже забивает открытое кольцо, по сути. Герохин. И теряет нячий Рохин. Здорово опять сыграет. Несколько очень классных владений в защите отыграл Иванов. Иванов дальше на Маркова. Марков. Ну, немножко рискованно был пас. Мог и потерять. Не забивает Губаре 3. И сейчас Губарев палит. В кои-то веки не спорят с Сиракузом. Тут слишком очевидно был фол, чтобы спорить с людьми. Если такой фол нужно с людьми спорить, то это уже Клиника. Ну, конечно, да, тут уже очевидно был фол Губарева. Очень много, конечно, таких тактично грамотных фоллов от Сиракуз. Срывает быстро атаки не соперника. Много фоллов внизу в районе нападения соперника. Так, просит заслон Олега Жужнева Авраменко. С Чарушиным отыгрывается. С Чарушиным 3. Перестал лететь у Чарушиного во второй половине. Первый вообще взливался штумок и нет. Во второй половине, конечно, перестал лететь. И плохая подача. Аут, аут был. А второй судья не видел. Ой-ой-ой. Да, обидно для Мельборна. Обидно. Первый судья был спиной и не видел, а второй тоже не увидел. Бывает. Бывает. Ударился мяч. Ударился мяч о стенку. Отскочил. Судья-то не увидели. Чистое, чистое. Четвертый командный. Пол внизу. Не бросковый. А, не было пола. Выбил мяч чистым. Но мяч останется у Мельборна. Чарушин. Мне кажется, что сейчас заиграл с Чарушин. Губареву, Губарев снова недоволен. Тихарь получает. Ну, Губарев слишком эмоциональный, конечно. Слишком эмоциональный Губарев. Слишком много, конечно. Он спорит. С любым фоллом просто. На плюс 15 выбор. Что-то впервые с таким отрывом ведут баскопболисты Сиракуз. И вот сейчас не вовремя, конечно, такой срыв. Не очень вовремя такую команду. Не то, что подставляет, но вот так. Ну, в общем, подставил немножко команду. Сейчас Губарев сфалил на трехи. Дал три очка заработать. Еще и технически. То есть, есть, возможно, четыре очка за одну попутку забить у Чарушина с линии за один заход. Пока два из двух. Три из трех. Чарушина с чехлом на Кровин. Четыре четырех от Чарушина. Болл дотлай, но наоборот. Все забил. Иванов. Там открывался Духанин. Играя через Знаменского. Знаменский. Неаккуратно за крючку Знаменского. Но вот так иначе станет все у Сиракуза. Тормандр отлетает. Один из очков они ведут. Здесь, по-моему, до конца. Вот это, конечно, срыв Губарева. Сейчас, конечно, на руку Мельбурн. Мельбурн чуть вернулся в игру. Подсобернулся. Чего? У Губарева пять? Ха-ха. Аккуратно поедали? Да. Мне понравился момент, короче, как ты спиной кольцо, а ты не видел, там аудло, там мяч вообще по стенку ударился. Да, ну конечно, да, но это смешно было. А ты почему спиной был в этом моменте? Не, ну ты спиной шел зачем? Да. Спасибо. Что, Губрев удалился, минут пять? Да, у Губрева пять фолов, но вот он очень много фолов, по слову ненужных внизу. В итоге это был четвертый его фол, а пятый оказался технический. Пробежка отсутствована. Причем этих пяти фолов по делу только один-два было, а у Губрева все остальные были совершенно ненужные. Ему немного не хватает дисциплины в защите вот таких моментов в использовании Сиракуз. Ни один Губрев этим отвечает. Ох, сложнейший бросок чуть не забил Духаня. Причем, если верить в статистику, то до сих пор ноли очков. И вот такие первые очки в матче были бы очень эффектные. Здорово, Чарушин выставляет руки, перехватывает передачу. Если пас прошел, то была бы хорошая комбинация, но у День авиации. Здорово брал Авраменко, но потом и РБО выбрасывает. Быстрый мастер-гол вообще без центра поля играет. Беги просто туда-сюда. Без защиты. Падает Ерохин. Четвертый командный. Много фалляций сейчас с командой. Четыре у Мельбурна, пять у Сиракуз. Знаменский будет мяч в игру. Полторы минуты до конца третьей четверти. Духанин, Знаменский. В посте Марков. Духанин, много контакта было, но без пола. Чарушин из Матрея. Там еще и партнеры рядом с ним. Чарушин сам и забивает. Тут все правильно. Когда Чарушин идет один в один, он в принципе один в один может кого угодно обыграть. Возле конца на скорости. Тут смысла патентам добавить нет никакого реально. Это не эгоизм. У нас забивает в посте. В полукруг реализует смысл. Сразу быстрый отрыв. Здорово. Мореев отрылся. По мосту Жужин давал передачу. Не первый раз уже Мореев убегает в быстрые отрывы. Вот как, что раз за разом проделал в составе Сиракуз у Сольцев, то периодически делают и Мореев, когда выходит в скамейки. Тоже он очень быстро любит в быстрые отрывы. Не первый раз использовать его в скорость быстрых отрывов. Там небольшое столкновение у Ерохина с Ивановым. В пределах правил. Нельзя палить сейчас не обеим командам, иначе не ни штрафных выходят их оппоненты. Что там, дефлекшн был? Ерохин мог и догнать. Нет, дефлекшна не было. Ерохин просто хотел достать мяч. Ерохин хотел достать мяч, потому что тогда бы он мог сразу же атаку провести. Ерохин, в принципе, достал бы мяч. Ерохин достал бы мяч. Ерохин достал бы мяч 100%. С его скоростью. Три от Чарушина! Наконец-то концовочка за Мельбурном. Потому что до этого мы две четверти видели одно и то же. Середина четверти была за Мельбурном, но каждый раз концовка оставалась за Сиракуз. Но в участке концов впервые выиграл и Мельбурном. Ну, шесть разницы в счете. Забивает Чарушин. Конечно, вот он технически может стать боком в команде. Мало того, что он сейчас не может помочь своей команде, потому что удалился, так теперь еще и в таком смысле дал вернуться в игру. Причем очень легко дал вернуться в игру оппонентам. И вот буквально за три минуты до конца было минус 15. Сейчас всего шесть. У Суслина по-прежнему девять. Десять у Суслина. Через пять подборов. У Духайна два. Шесть у Знаменского плюс четыре подбора шесть. Так и осталось у Знаменского. Ну, как-то он не был, если вы заметите, на треть четверти. Как было шесть плюс шесть, так и осталось. У Губарева тринадцать очков. Четыре подбора, две передачи. Четыре перехвата и пять фаллов. Уже команде, конечно, не поможет. Марк пять. У Мельберна, конечно, выделяется. Чего, что-то сказалось. Девятнадцать очков. Девять подборов, две передачи. Герохин шесть. Шесть Олег Жужнев. У Мореев. Мореев только два. Кому-то не тому засчитывали статисты очки сто процентов. Потому что Мореев минимум два ката Мореев реализовал. Ну да ладно. То есть у него минимум четыре должно быть. Минимум, а то и шесть. Мореев как здорово борется, уступая в габаритах своим соперникам. Два раза боролся за подбор, но не получилось добавить. В окружении его, в окружении происходящего по росту соперников не смог он забить. Ну и реализует. А по-прежнему очень ходнокровно реализует большинство. Вот по Сиракуз. Каждый раз, когда они оказываются в большинстве какой-либо причин, они это большинство реализуют очень ходнокровно. Марк кто-то был. Мореев. У Ерохина еще три осисти. Шесть устрою у Ерохина. Знаменский. Там открывался Иванов. Он играет через трехочковую линию, через дугу. Ой, здорово оставил. Не получится хайлайт у нас. Здорово, очень здорово оставлял Суслин. Кому? По-моему, как раз Иванова, который сейчас боролся, отцеплялся за этот спорный мяч. То есть, не ошибаюсь, оставлял Суслин. Очень красиво это было, как он оставил мяч. Спорный мяч. Останется... Пытается решить, у кого стрелка. Кажется, используется Сиракус. Вот Сиракус останется от владения. Беджанян выходит, меняет Мореева. Не так много времени проводит Мореев. Вообще, по-моему, очень полезно проводит. Я бы почаще был одержан на паркете. Вот у него хорошие быстро отрывы, полезные для команды. Духанин. Из Маркова играет. Марков. Ничего себе, это пазлал. Если бросок, то это один из самых ужасных промахов, что я видел. Если паз, то очень необычный паз. По технике бросок. Не забивает Марков с по кольца. Ярохин. Ярохин. Ярохин... Ну, нет. Читалось. Слишком читалось Ярохин. Но доработал до конца. Исправил собственный промах. Чарушин. Ну, не стоит так запираться. Ну, зря. Понимаю, что Чарушин уверен в своем броске. Но слишком сложно было. Зря, зря. Он уже запирался в этот бросок. Будет ему на портелах в данной ситуации играть. Только и просыпается иногда. Иногда просыпается футболист в Чарушине. Ну, зря он брал на себя суперсложный бросок в стиле... В стиле, да, вот этих... Динаво. Этенба. Типа Коби Брайан. Знаете, Коби Брайан. Вот захотел бросить. И он бросит здесь рукой, если захочет. Даже суперсложный бросок. Возьмет на себя. То же самое сейчас и с Чарушин. Ну, сейчас здорово подловил он Марковым. Все-таки не стоит волос, если волосы бросает. Ну, да ладно. По-прежнему Мельбурн немного уступает. По-прежнему очень близко на счет. Очень хороший конкурент. Мы спорим от Мельбурна. Приятно смотреть. Но вот Ферракусь не та команда, которая громит соперников. У них в целом даже матч против не очень сильных команд. У них счета были не очень разгромные. Это не та команда, которая привыкла громить. Как говорится, выигрывают с запасом, но не громят. Ерохин. И блокирует Ерохина Марков. Шикарный блокшот повесил. Такая же разница в росте сказала в пользу Маркова. И не помогла Ерохин даже его сверхбыстроить скорость. Но, кстати, Ерохин сегодня не выглядит таким уж быстрым. То ли я давно его не видел, то ли чуть-чуть сдерживает он себя. Может, он травм или еще чего. Но Ерохин как-то свои фирменные суперускорения редко делает. Стас Жужник. Не забивает три от забора. Ух, выплевывает кольцо. Очень было близко. Мог сейчас наказать. Зупаем. Не получилось. Придача Тульского. Чарушин. Чарушин три за слона от Биржаняна. Не забивает. Биржанян подобрал. Удачно скачал мяч к нему. Спину не поставил, кажется, у Сольцев. Ерохин бросит за слон. И получает фоу. Тульского получает фоу. Хватку снова на паркете у Мельбурна. Ерохин. Рискованная передача. Чапатир не закончилась. Там Джаняна сильно прессовала у Сольцев. У Сольцев, конечно, который очень хорошо правил первый фоинал. Второй очень мало времени получает игрового. Не знаю, с чем это связано. Снова Жужник. Однажды раз забивает. Уверен был? У него первый раз была попытка под 45 от забора кидать очень близко. Чуть не хватило. В этот раз забивает. Переросло количество в качестве. Забил трошечку. Писаж Жужник. У Сольцев. Так, за пидушку на Сускин. Сускин в пасте против Чарушина. Не забивает Марков. Чуть не перехватывает мяч у Чарушина. И, кажется, передовозь. Да, как здорово играет Знаменский. Шикарно отыграл Знаменский. Зачите, просто фантастически доработал внизу. В итоге теряет мяч у Чарушина. Ну, Знаменский просто нахартой сейчас. Задушил Чарушина. У Сольцев. И пробежка у Сольцева. Да. Ох, У Сольцев, У Сольцев. Такое фантастическое защитное владение Запорова. Такое владение сейчас зубами выцарапал Знаменский. И так его бездарно Запорова У Сольцева. Ну, бывает, бывает. Я думаю, справится в следующем моменте у Сольцев. Ерохин. Через Чарушина играет. Чарушин неплохо там раскачивает Духаин. Духаин в ногах не вступает, хорошо играет. Не забивает трешечку от Мельбурна. Рискованный пас. Там уже был готов перехватить Чарушин. Тульсков с мячом. Хороший был кат Духаин. И забивает Тульсков. Неплохая у него игрушечка получилась с Духаином. Беджанян. Забивает Беджанян. Зря бросал. Уже неудобно было бросать. Зря бросал. И Волох подобрал. И фалил на Иванове. И фалил Ватуху. Спроснул будет Волох бросать. Ну что. У нас экватор в следующей четверти. Не так много времени. Выходит мало сегодня проведающей времени. Запасной Бигмен. Поляков. Мало времени получает. Видишь, что не основной игрок. Все остальные просто не спорно играют. А вот Поляков да. Получает мало времени. Ну вот с удалением Губрио могу его больше получить. Ноль из двух не забивает Иванов. Чарушин. Стас Жужнев. Ииии. Да что ж такое. Не везет Стасу Жужневу. Не первый раз треха после его броска просто выплевывает. Кольцо то ли кистью не дорабатывает или еще чего. Не знаю. Ну просто реально не везет. Просто вот не первый раз. Даже не второй. Вам уже раз третий после его качкового броска кольцо просто выплевывает. Знаете, где-то чуть-чуть не дорабатывает. То ли ручкой, то ли ногой. Не знаю. Но должно повестись до вчера. Знаменский поезд. Заслон. Места бросают. Здорово. Один Духанин. Три. А теперь уже выплевывает кольцо после броска Духанина. Подобрал Поляков. Исполняется задачу Поляков. Такой крупный игрок должен играть подборы на обеих половинах. Знаменский. Ух. Из-под дюбки очень дальний ПВА. Потому что забит не получилось. Сам же подобрал. Тот спину из меморной не поставил. Куцков. Чуть за полу стрибинга там его Егоров не трясует. Иванов три по заслону. Не забивает. Снова подбор. Снова подбор за Сиракуз. Опять преимущество в Росе, конечно, сказывается. Очень сильное преимущество в Росе. Снова сказывается. Сиракуз шлюбной подбор забирает. Таймал берет Жужнев. Ну что, плюс 9 за 4 минуты до конца. Плюс 9 за 4 минуты до конца. По-прежнему. Мельберг всю игру вступает 5-10 очков. Всю игру они пытаются догнать. Ну что, не знаю, не знаю. Есть еще время, 4 минуты до конца. Есть Чарушин. Но Сиракуз, конечно, более опытная команда. По идее, должны на классе довести матч до победного. Но посмотрим. У нас после этого продолжится мужской баскетбол. Как я уже сказал, сегодня по максимуму играет мужской баскетбол. ГСЕ «Миагара». Команда Гомельского против «Юкона». Но там тоже, конечно, шансов не будет. Потому что «Юкон» пока как крепкий средний акт или даже нечто большее. Ну, на прецедентах я их не назвал. Но, скажем так, крепкий средний акт «Юкона» себя представляет. У них было еще такое неплохое расписание. Еще чего они идут 4-1. Вот. И, конечно, у ГСЕ шансов практически нет никаких в этом матче. Добавляет два очка Ивановского. Двизначное преимущество у Сиракуз. Мало, конечно, времени у Мельбурна. Но посмотрим. Чарушин три от логотипа. Не забивает. Подбор за Ивановым. Хороший пас Тульского. Вон он не забивает Иванов в раннем нападении. Опа. Технарь сейчас получит. Заматы. Заматы Технарь, кажется, получают или что? Нет, 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 не получают. Замена, замена. Просто я слышал слово «пиздец». Я подумал, Технарь заматы? Нет. Просто замена. Кат. Хороший кат Ерохина. Но Королевчу слабо ему дал. Дал посильнее. Ерохин мог бы за счет иммерции сильной передачи дальше пройти по кольцу. В итоге он остановился. Быстро отрыв. Знаменский. Тульсков. Иванов один отбросает. Но нет. Игра решила выбрать продолжение через Духанина. И Духани не поджал партнера. Забил их по кольца. Хороший Иванов. Нашел партнера. Рус 13. Я боюсь, что это победный уже рывочек от Сиракуз. Ну, хороший бостейбол. Это пока что самый бодрый, самый верующий и качественный бостейбол, что мы видели. Спасибо команду. Большое спасибо Мельбурну, что боролись до конца. Да. Не подмечались. Боролись до победного. Против Сиракуз. Которые более-менее собрались. Вот. Ну, и Сиракуз показывает класс. Идут 6-0. Ну, у них достаточно простое расписание. Вот. У них один очень сложный матч был против команды их уровня Токлина. И все. Все остальные матчи были, дай бог, против Сиракуз. В основном против Фаутсайберов. Поэтому у них, конечно, сложно. Слова простое расписание для самых простых. Поэтому у них все самые сложные матчи будут уже ближе к концу круга. Как говорится, Цыплят поочнее считает. Вот там мы посмотрим на Сиракуз после первого круга. После окончания первого круга. Просто у них по первой флэйне первого круга, возможно, самая простая специальность у них всех токовых команд. Но пока что они уверенно делают 6-0 по делу. Хорошая команда. Виден уровень. Видно, что команда сыгранная. Сколько лет уже играть вместе. Хоть его было второй год. Плюс, да, вот. Сейчас сразу несколько систем. Как у ГСИ сразу три команды. Так же у Кимс Баскетбол сразу уже тоже три команды. Потому что у них было две, да. Был Канзас. Был Канзас в лав дивизионе. Есть Сиракуз в этом дивизионе. Плюс еще у нас открылся. Еще один дивизион открылся. 15-го команд. Дивизион плюс. И там тоже есть команда у Кимс Баскетбол. Я только не знаю, как называется. Надо смотреть. Знаю только, что там тоже есть команда. Под производительством Полетаева. То есть тут тоже, как и у ГСИЕ, три команды. И Кимс Баскетбол. Ну вот. Ну еще сильные ребята. Тут есть ребята из первой команды. Из Канзаса в лав дивизиона. Тот же Губарев. Духайн, если не ошибаюсь, тоже. Надо посмотреть. А, ну Знамецкий тоже заел иногда за первую команду. Конечно, не все не получают много времени. Наверное, больше всех Губарев получают. Забивают три ванок. Ну сложно играть лучшего игрока. Доказал статус супер командного распределения бросков в падении клуба Сиракуз. Команда Полетаева снова доказала, что это одна из самых сыгранных команд в атаке, не имеющих ярко выраженного лидера, да, с точки зрения именно скоринга. Там очень грамотно распределяет броски команды. Я даже не знаю, кого выделить. Вся команда шикарно играла. И Борисово было полезнее. И Сольца был полезнее. И Суслин, и Духанин, и Знаменский, и Губарев, и Тульсков, и Марков. Кого хочешь, выбери. Просто командой. Один-единный механизм. Все хороши были. Все были хороши. Я не знаю, кого выбрать. Все были в порядке. Вот реально невозможно выбрать MVP в этом матче. У Сиракуз все были в полном порядке. Я бы сказал, что Губарев, но, наверное, Губарев лучше. Но Губарев удалился, тем самым создав интригу его, и дал возможность вернуться сопернику. Так что Губарев не заслужил ему. Вот. Но у Мельбурна, конечно, Чарушин был лучше. 21 очков. 4-9, 3-13. Но не хватило. Не хватило Мельбурну сегодня с новой игры защиты. Но соперник был сложный. Поздравляем 40-ку. 6-0 они идут. Мельбурн 1-5. Но не хорошая команда. Я думаю, они скоро наберут свое. А у нас дальше будет ГСЕ Ниагара. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.